Лондон за последние десятилетия привлёк многих богатых выходцев из России. В Великобритании долгое время не слишком интересовались источником их доходов. Однако в прошлом году всё изменилось. Теперь британские власти обещают перекрыть поток грязных денег и активнее бороться с отмыванием средств. Насколько серьёзны эти намерения и стоит ли нервничать олигархам? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СМИ утверждали, что олигарх якобы купил недвижимость в 2003 году, предположительно за 25 миллионов фунтов. С тех пор стоимость дома значительно выросла. В трёх километрах от Белгрейв-сквер расположена улица Кенсингтон-Пеллес-Гарденс, которая находится под круглосуточной охраной и куда без пропуска не проехать. Эту улицу ещё называют улицей миллиардеров. Именно здесь находится особняк Романа Абрамовича, который оценивается примерно в 125 миллионов фунтов. А недавно китайский бизнесмен купил здесь дом за 80 миллионов. Место престижное. Буквально по соседству в Кенсингтонском дворце проживает ещё и принц Уильям с семейством. Олег Дерипаско, Роман Абрамович – лишь некоторые из российских бизнесменов и олигархов, которым приписывают владение элитной недвижимостью и крупными активами в Великобритании. Лишер Усманов и Леонид Главатник в Лондоне тоже на слуху. А Михаил Фридман вообще признан сейчас самым богатым жителем Лондона. В мае прошлого года в британском парламенте был обнародован доклад «Золото Москвы. Российская коррупция в Великобритании», где говорилось, что власти королевства намерены перекрыть поток грязных денег из России и закрыть доступ к финансовой системе страны. Некоторые политики призывали к жёстким мерам в отношении российских олигархов. «Необходимо использовать финансовые и другие узаконенные рычаги, которые больно ударят по окружению Путина. Transparency International идентифицировала недвижимость в Великобритании в общей стоимостью в 4 миллиарда 400 миллионов фунтов стерлингов, которая была куплена в Великобритании на средства подозрительного происхождения. Пятая часть этого объёма приходится на русских». В целом, по разным подсчётам, за последние 20 лет в Королевстве могли осесть около 100 миллиардов фунтов стерлингов, которые вывели из России. Значительная часть денег пошла на покупку недвижимости. «Россияне всегда любили Лондон. Я думаю, они продолжат приезжать и покупать здесь недвижимость. Да, был некоторый спад интереса со стороны богатых инвесторов из России. И это, судя по всему, было связано с политическими отношениями между Королевством и Россией. Но есть и другие проблемы. Стало сложнее для граждан некоторых стран покупать здесь недвижимость. В конце концов, Лондон — это открытый город. Если тебе нечего скрывать, это отличное место для поездки, жизни и работы. С другой стороны, Великобритания и особенно Лондон сейчас стараются находиться в первых рядах тех, кто борется с отмыванием денег. Они максимально усложняют жизнь тем, кто переводит средства, полученные незаконным путём, и вкладывают в недвижимость в Лондоне». И именно на этот сектор сейчас и нацелились британские власти. В январе этого года было объявлено о создании специальной группы для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. По оценкам британского Минфина, в стране ежегодно совершаются экономические преступления в объёме равно почти 15 миллиардам фунтов стерлингов. Особое внимание власти королевства сейчас уделяют деньгам из России, Нигерии, бывших советских республик и Азии. Концентрация на России, говорят эксперты, связана в том числе с кризисом в отношениях между Москвой и Лондоном. Они значительно ухудшились после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Сосборе в марте 2018 года. Британия обвинила Кремль в организации атаки и применении химического оружия. Лондоном были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что Скрипали были отравлены специально отправленными в Сосборе сотрудниками ГРУ. Владимир Путин в ответ назвал их гражданскими людьми. С выводами британских властей относительно атаки в Сосборе согласились партнёры ПЕС и НАТО. Западные страны выслали более ста российских дипломатов. Москва обвинения в причастности к отравлению Скрипалей отвергает. В последние месяцы Лондон не раз уступал против политики Кремля и грозил старыми и новыми мерами, связанными с борьбой с коррупцией. Времена, когда люди приходили с чемоданами и предлагали наличные за покупку квартиры другого высокоценного имущества, они прошли уже очень давно. Поэтому последние пять лет мало что изменилось. Единственное, конечно, что правительство эти меры узаконило. В прошлом году вступил закон Unexplained Wellford. То есть это добавление к закону, которое было принято в 2017 году, которое позволяет органам National Crime Agency проводить свое расследование и замораживать или отнимать определенные недвижимости. Но меры как таковые по отмыванию денег, по борьбе с коррупцией были уже давно в Лондоне. Сообщается, что Национальное агентство по борьбе с преступностью изучает информацию о доходах 140 богатых людей, которые проживают сейчас в королевстве. Говорят, что есть там и фамилии выходцев из России. И вот это агентство вправе потребовать у иностранца, актива которого превышает 50 тысяч фунтов, предоставить информацию о происхождении капитала. Если данные будут неубедительными, имущество могут арестовать. В этой связи в Лондоне у всех на устах громкое дело за миры Хаджиевой, жены бывшего руководителя одного из госбанков Азербайджана Джихангира Хаджиева. За 10 лет она сумела потратить более 16 миллион фунтов стерлингов только лишь в универмаге Лондона Харатс на дорогие вещи и украшения. Хаджиева была арестована и ожидает экстрадиции. Стоит отметить, что ее взяли под стражу сотрудники службы столичной полиции после поступления запроса на экстрадицию от азербайджанских властей. К слову, Хаджиева стала первым иностранным фигурантом дела Великобритании, в рамках которого правоохранительные органы требуют раскрыть источник происхождения ее средств. И хоть речь идет пока о первом резонансном случае, настроения среди потенциальных инвесторов не самые оптимистичные. Да и самим россиянам в Британии кажется, что к ним стали относиться с подозрительностью. Те, кому бояться нечего, могут сюда приезжать спокойно и заниматься, продолжать бизнесом. Однако есть, конечно, определенный психологический момент. То есть, если человек даже у него честные трудовые доходы, то ехать в страну, где к тебе относятся уже с предвзятостью, из-за того, что в паспорте стоит определенная национальность, конечно, многих это отталкивает. Поэтому определенный процент наших клиентов склоняется к более мягким юрисдикциям, которые не смотрят в паспорт, прежде чем рассмотреть возможность инвестирования, покупки какой-то недвижимости или инвестиционных проектов. То есть, особенность страны, в которых есть определенные поблажки в получении виз или гражданства. То есть, отношение к русским клиентам в банках резко поменялось. То есть, если я как бы на практике раньше тратил помощь клиенту, открытие счета, клиенту, у которого есть какие-то юридические вопросы, в котором какие-то проблемы, неделю-две, то теперь 4-5 месяцев тратится на открытие клиенту счета, особенно в частном банке, потому что задается очень много вопросов. И банк не потому, что он там, например, так хочет, но потому, что он очень сильно опасается различных, возможно, последствий, когда ему всю его возможную прибыль и еще репутацию прихлопнут там после проверки. Поэтому банки очень-очень на эту тему напряжены. В Лондоне все хорошо помнят историю с олигархом Романом Абрамовичем, который в прошлом году не сумел получить новую инвестиционную визу в Великобританию. С 2015 года действует правило, согласно которым предприниматели должны разъяснять происхождение средств, вложенных в британскую экономику. Абрамович не стал этим заниматься, отказался от визы и получил израильский паспорт. Совпадение это или нет, но олигарх решил не модернизировать стадион Челси, заявив о неблагоприятном инвестиционном климате. Символично, что когда Роман Абрамович хотел продлить свою визу, и у него это не получилось, это расценили как признак того, что британские власти начали действовать против российского бизнеса, связанного с Кремлем. Мы слышали, особенно после истории с Абрамовичем и вступления в силу закона о конфискации активов, что люди стали говорить о том, что не стоит ехать в Лондон. Имелось в виду, что не надо больше вкладывать деньги в Лондон, не надо больше инвестировать в недвижимость в Лондоне, но и вообще не надо туда даже ехать, так как можно оказаться в центре расследования. Своя версия, почему у Абрамовича не вышло получить в прошлом визу, есть у адвоката Дмитрия Гололобова. Роман Аркадьевич настолько натоптал в своем глаз своей близости к Путину, это как бы настолько известно, описано богатством, разной шикарной жизнью и приобретением активов, яхты и прочего. То есть он настолько вот в этом самом, что просто его нельзя было не тронуть. То есть они сделали то, что вроде бы они могли сделать. Вы объясните, он же просил инвесторскую визу, они имели право это сделать, объясните ваши активы, он бы мог это сделать, но он не захотел вникать в очень дорогостоящее, и юрист ему сказал, наверное, ну уж понимаете, что они там могут докопаться до запятой, и мы будем длиться, это заниматься пять лет, и вы ничего не получите. Все олигархи, они умные люди, они переживают тяжелые времена. Они сейчас затаились, обложились юристами, проверили файлы, там кто надо отъехал, кто не надо, это самое. И я умоляю то, что вот понятное дело, они соблюдают поддельный лоу-профайл и поддельную осторожность. Еще один важный аспект, которым задаются эксперты, с кем конкретно борются сейчас британские власти, стартовав кампанию против коррупции и отмывания денег. Это очень, наверное, хитрая тема, которая не имеет под собой четкого юридического базиса, потому что можно вычленить два, так сказать, направления больших. Это вопрос, либо назовем условные «друзья Путина» и «друзья друзей Путина», то есть олигархи, близкие к Кремлю, чиновники, там все вот это, которые тогда встает вопрос, что является мотивацией, что является тестом определения грязности, извините за термин денег, близость к Путину, то есть деньги чистые, но ты близок к Путину, поэтому они грязные. Или существует такое презумпция, что ты не можешь заработать денег, каких-то чистых денег, будучи в каких-то отношениях с Путиным. Вопрос близости отношений, вопрос вообще логичности этого теста. Второй вопрос, встает вопрос, либо вы вообще считаете деньги, заработанные в 90-х, то есть большинством русских, то есть олигархами старыми, очень большим средним, среднем, там, скажем, среднебогатым слоем, то есть приобретенные в процессе приватизации и производные от этого, вы считаете их тоже грязными. Тогда это еще более интересный вопрос, потому что тогда на эти деньги тут куплено пол-Лондона, ну не пол-Лондона, конечно, но очень много чего. И это очистить практически невозможно. Это сюда шло уже 20 лет, там, и перемололось тут в труху, потом еще раз, и еще раз переварилось, прошло много кругов, то есть загрязнено все. Так или иначе, считают наблюдатели, массово бороться с отмыванием денег, в том числе и из России, британским властям будет очень сложно. Именно из-за юридических проблем. Да и судебные процессы могут оказаться весьма дорогостоящим мероприятием. Плюс все сейчас ждут, чем закончится дело за миры Хаджиевой. Тереза Мэй ранее заявляла, что Лондон представит свой вариант американского акта магнитского, чтобы иметь возможность вводить санкции против России. Но из-за ситуации вокруг Брекзита у Лондона нет такой большой европейской поддержки, которая была раньше. Поэтому кампания по борьбе с грязными деньгами из России пока идет в основном на словах. А сектор элитной недвижимости тем временем по-прежнему делает ставку, в том числе и на богатых россиян.